СИСТЕМА ПРЕДОПРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМА ПРЕДОПРЕЖДЕНИЕ Необходимо создавать более совершенные радиолокаторы. В условиях сложной атмосферной обстановки станции Днестр выдавали информацию с низким уровнем достоверности и большим количеством ошибок. Вычислительных мощностей самого Днестра для обработки данных не хватало. Военные поставили задачу сконструировать радиолокационную станцию, которая выдавала бы максимально достоверную информацию для ее последующей передачи на центральный командный пункт Генерального штаба. Тактико-технические требования были очень жесткими. Не более одной ошибки на миллион сообщений. Инженерам и ученым вновь, как и во многих других случаях, пришлось решать задачу невероятной сложности. Ведь точное построение траектории объекта, который летит в режиме радиомолчания, возможно лишь методами математического моделирования. Космический аппарат на низкой орбите облетает Землю за 55 минут. Из них в зоне видимости любого из наземных радиолокаторов он находится всего 10 минут. Этого явно недостаточно для того, чтобы одна станция провела безошибочный расчет траектории полета орбитального аппарата, искусственного спутника или головной части баллистической ракеты. Для точного вычисления требовалось построить несколько мощных радиолокационных пунктов, связанных между собой. Трудность состояла и в том, что приходилось совмещать информационные средства, организованные в несколько эшелонов и работающие на различных физических принципах. Технически эти задачи решались на основе космических средств, надгоризонтных и загоризонтных радаров, завязанных в единый комплекс. Дополнительными источниками данных становились станции типа «Дунай-3», которые использовались в системе противоракетной обороны А-35. Первым шагом к модификации действующей системы раннего предупреждения стала разработка надгоризонтной станции «Днепр». В результате значительно увеличилась дальность обнаружения головных частей баллистических ракет до 5000 километров. Первая радиолокационная станция «Днепр» была поставлена на боевое дежурство в 1974 году. Позднее появилась новая надгоризонтная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой «Дарьял». К ее проектированию приступили еще в 1969 году в рамках проекта системы противоракетной обороны «Сатурн». В соответствии с предварительными расчетами станция должна была располагаться на барже или понтоне длиной 200 и шириной около 40 метров. Это плавучее средство с радаром на борту предполагалось отбуксировать в Северный Ледовитый океан к островам земли Франции Иосифа. Таким образом, радиолокационный узел, максимально приближенный к Северному полюсу, давал существенный выигрыш во времени при обнаружении ракетной атаки. При этом предполагалось оснастить станцию ядерными автономными источниками питания. К реализации проекта «Сатурн» так и не приступили. По причине его немыслимо высокой стоимости. А вот радиолокатор «Дарьял» получил путевку в жизнь. Первая радиолокационная станция этого типа, возведенная в городе Печора на Крайнем Севере, заступила на боевое дежурство в 1984 году. Ее возможности значительно увеличили потенциал советской системы раннего предупреждения. Вторая станция начала работу в азербайджанском городе Габала. В следующем, в 1985 году. «Дарьял» — самый мощный в мире радиолокатор. Его высота 128 метров, численность персонала — 2000 человек. Приемник и передатчик разнесены между собой на полтора километра. Баллистические цели и космические объекты размером в футбольный мяч обнаруживаются на расстоянии до 6000 километров. «Дарьял» может одновременно вести сопровождение и выдавать достоверную информацию по 100 объектам. Правда, столь высокие показатели достигнуты за счет огромных затрат. Стоимость строительства радиолокатора типа «Дарьял» составляет более миллиарда долларов. Один «Дарьял» потребляет такое же количество электроэнергии и воды, как город с населением 100 тысяч человек. До середины 70-х годов советская система раннего предупреждения включала в себя только наземные надгоризонтные локаторы. При обнаружении угрозы именно они должны были определять страну агрессора, масштабы атаки, траектории полета ракет, места их падения. В тот период решить эту техническую задачу, завязать траекторию ракеты, было достаточно сложно, поэтому было предложено использовать в системе предупреждения ракетного нападения системы за горизонтной радиолокации. Главным конструктором был Кузьминский Федор Федорович и первые его станции, так называемая система «Дуга», экспериментальные образцы были развернуты в районе города Николаева на Украине. Загоризонтная радиолокационная станция типа «Дуга» предназначалась для раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет по их стартовому факелу. Впервые экспериментальный локатор такого типа был испытан в 64-м году. На дальности 3000 километров удалось обнаружить ракету, которая стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. На протяжении следующих восьми лет конструкторы трудились над улучшением характеристик станции. Военные требовали, чтобы полная информация об атакующих ракетах поступила на центральный командный пункт за три минуты. Государственные испытания были успешно завершены в 1972 году. Опытная станция, расположенная в районе украинского города Николаев, обнаружила и выдала точные сведения по четырем ракетам, взлетевшим с Байконура. По итогам испытаний было принято решение о строительстве двух боевых радиолокационных узлов. Первый, «Дуга-1», возводился недалеко от Чернобыля. Второй, «Дуга-2», на Дальнем Востоке, возле города Комсомольск-на-Амуре. Их задачей было надежное обнаружение старта баллистических ракет с территорию США. Станция в Комсомольске-на-Амуре на узле «Дуга-2» была поставлена на боевое дежурство 30 июня 1982 года. Она обеспечивала охват акватории Тихого океана до побережья Соединенных Штатов. Размещение узла «Дуга-1» вблизи Чернобыльской атомной электростанции было обусловлено высокой энергоемкостью радиолокатора. Его сигнал был настолько мощным, что блокировал работу систем связи гражданского назначения и частоты, предназначенные для авиации. Поэтому локатор пришлось модифицировать. Еще одним важным элементом системы предупреждения о ракетном нападении стал ее космический шулон. Первый спутник, выполнявший задачи раннего помещения, назывался «Космос-520». Он был выведен на орбиту в сентябре 1972 года. На этом спутнике, как и на нескольких последующих, стояли инфракрасные и телевизионные приборы обнаружения. Отныне практически все старты американских межконтинентальных баллистических ракет фиксировались в Советском Союзе. К 1982 году группировка космического эшелона системы предупреждения состояла из шести спутников. С этого времени космические аппараты несли службу в составе отдельной армии предупреждения о ракетном нападении. Тогда же был построен комплекс обработки информации. Рабочий ресурс спутников первых серий не превышал трех месяцев, в последующем трех лет. Это требовало значительных затрат на поддержание группировки нужного состава. Поэтому за весь период обработки и эксплуатации системы на орбите побывало около 80 спутников. Система предупреждения о ракетном нападении СПРН второго поколения. Состав. Первый – космический эшелон, спутниковая группировка. Второй эшелон – сеть наземных радиолокационных станций. Автоматизированная система обработки данных. Центральный командный пункт. Возможности. Обнаружение баллистических ракет в полете на дальности до 6 тысяч километров. Сопровождение любых космических аппаратов и объектов на высотах до 40 тысяч километров. Определение состава любых орбитальных группировок, а также признаков начала боевых действий в космосе и из космоса. После распада Советского Союза система предупреждения о ракетном нападении лишилась нескольких крупных радиолокационных узлов. Основу современной, теперь уже российской СПРН составляют мощные надгоризонтные локаторы, которые тесно взаимодействуют с узлами противоракетной обороны. На сегодняшний день действуют в системе СПРН-2. Два Дарьяла, Габалинский и Печорский, и Днепры, Днестры, РТИ, Радиотехнического института, Волга, недавно поставленная на боевое дежурство, Института дальней радиосвязи. И эти станции на сегодняшний день совместно с другими станциями, быстрее всего со станциями системы А-135 радиолокационные обеспечивают практически сплошное радиолокационное поле над Россией, позволяющее не пропустить практически ни один групповой массовый старт баллистических ракет. В настоящее время российская система раннего предупреждения устойчиво работает и развивается. Выводятся на орбиту спутники наблюдения, строятся новые радиолокаторы, модернизируются действующие. Мощные системы противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны Советского Союза помогли избежать перерастания холодной войны в реальный ядерный конфликт. С их помощью до сих пор сохраняется мировое стратегическое равновесие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова